Много чего плохого. Конечно же он выдал реакцию на ответочку МакГрегора, перечислив не очень приятные моменты из его карьеры, давайте послушаем. Некоторые из нас вкладывают, зарабатывают себе на жизнь, они ведут себя как пьяные дураки, которые бьют стариков и разбивают телефоны, как плаксивые дети, ожидают твоего бестолкового ответа. Да уж, очень некрасивая ситуация, быть может Конору и не стоило отвечать Бену, хотя бы ради того, чтобы не слушать в свой адрес такие вещи. Но как бы это странно не звучало, ребята, в этом есть и положительные моменты. А вдруг состоится их поединок? Маловероятно, но вдруг. Ведь Аскрон выступает в полусредней категории, а Конор в легкой. Так что все возможно. Давайте подытожим. Мне не нравятся грубые высказывания и такие ситуации. Я за чистый спорт и за спортивные отношения между ребятами. Если вы согласны со мной, то тоже поставьте лайк на видео и напишите комментарий. Отличная новость. UFC может перенести поединок Магомед Шарипова из Бостона в Москву, что стало бы просто прекрасным событием для всех болельщиков и для нашего спортсмена. По многочисленным слухам, сейчас у Забита появилась аллергия после последних сборов в Азии. И это стало поводом переноса поединка. Что известно точно, так это имя его соперника. Им станет Келвин Катар. Отличный парень из Америки, обладающий многофункциональной техникой. Не самый, конечно, сложный соперник для россиянина, но довольно неплохой, надо сказать. Сейчас Магомед Шарипов идет на серии из пяти побед в UFC. Если он осилит следующего оппонента, то вполне может сразиться за титул чемпиона в полулегком весе. Тем более при его габаритах, размахах рук и длине ног это можно спокойно делать. К сожалению, но даже если Магомед Шарипов будет выступать в Москве, это не станет главным событием вечера. Потому что все внимание, скорее всего, будет приковано к Александру Волкову и Джуниру Дасантосу. Тем временем до турнира остаются считанные недели. Событие состоится уже 9 ноября. А это означает, что наступает самая сложная пора – весогонка. Надеюсь, все пройдет хорошо и подготовки пройдут без травм. Также из плюсов, конечно, стоит отметить публику. Наши фанаты всегда очень сильно поддерживают своих кумиров и растаскивают все сувениры, которые только можно найти. Думаю, спортсмены это очень ценят. В то же время на них идет большое давление. Как это было с Нурмагомедовым в Абудабе. Он сам неоднократно заявлял, что при выходе ощутил то самое давление. Но сейчас не об этом. Перейдем к разбору поединка Магомед Шарипова против Катара. Скорее всего, Забит будет подстраиваться под соперника. Они оба разносторонние, талантливые ребята. Но, как мы всегда видим, Магомед Шарипов выбирает подходящие стратегии к каждому оппоненту. И во время поединка старается нащупать слабые его стороны и вести счет в свою пользу. Надо признать, что сейчас именно Магомед Шарипов – один из самых зрелищных в полулегком дивизионе. У него отличная борьба, мощные тейкдауны и быстрые ноги. Из слабых сторон я бы выделил выносливость. Надеюсь, на сборах он поработает над этим аспектом, чтобы не возникало никаких проблем. Теперь о Катаре. Неоднозначный боец. Очень разноплановый. Может хорошо зарубиться в стойке, а может побороться. Болельщикам такие ребята нравятся. Из его слабых сторон – это антропометрия. Самое главное – у него меньший размах рук. Иногда пропускает четкие комбинации, так что это может стать поводом победы для Магомед Шарипова. А теперь подведем итоги, ребята. Скорее всего, через неделю-другую скажут точно, где выступают спортсмены, и они начнут уже уверенную подготовку для мощного события. Надеюсь, все пройдет хорошо, и по моему мнению, победа будет за Магомед Шариповым. А как вы думаете, ребята? Пишите свое мнение в комментариях. Всем удачи и до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok